В этом видео вы узнаете ваш оптимальный уровень страха, как фильмы ужасов влияют на психику, страх и химия. В фильмах ужасов происходит мало веселого. Герои погибают, сходят с ума или в них вселяются злобные духи. И все же мы не выключаем кино с отвращением, а продолжаем следить за сюжетом, пусть и закрывая глаза в самые жуткие моменты. Что это с нами? Это все потому, что вам это нужно. Вы этого можете не осознавать, но многим из вас нужны хурроры. И не потому, что они нравятся вам, а потому, что ваш организм этого хочет. Химия в помощь. В реальности страх призван сообщить о грозящей опасности и подготовить к столкновению с ней. В это время организм вырабатывает адреналин и норадреналин, гормоны страха и ярости соответственно. Адреналин приводит в повышенную готовность тела. Сердцебиение учащается, обеспечивая кровь кислородом. Печень увеличивает выработку глюкозы, а жиры сжигаются, снабжая тело энергией. Норадреналин отвечает за психологическую подготовку. Вызывает ярость, азарт и удовольствие от риска. Оба гормона могут стать причиной тремора. Это из-за них у нас предательски дрожат колени. Страх и связанные с ним химические процессы готовят нас к столкновению с физическими угрозами. В результате мы получаем краткосрочный заряд силы, позволяющий выйти за собственные пределы, совершить то, что мы считали для себя невозможным. Но долго в этом состоянии находиться нельзя. Постоянный выброс адреналина увеличивает вероятность развития болезней и делает нас более внушаемыми. Мы становимся быстрее, сильнее и начинаем больше полагаться на инстинкты, а вот сознание наоборот притупляется. Именно поэтому психологи призывают нас не поддаваться панике. Угрозы современного мира требуют от нас не только физических подвигов, но и оценки ситуации. Мы должны сами решать, когда идти в атаку, а когда потребуется более тонкий подход. Мы, как правило, стараемся сделать свою жизнь более безопасной и избежать страха. Но другое дело – искусство. Кричать или молчать? Мы с детства знаем лучший способ справиться со страхом, спрятаться под идеалом. Но лучший не значит единственный. Дом с привидениями – популярный аттракцион в парках развлечений. Но не все туда ходят, чтобы наслаждаться страхом. Некоторые приходят за компанию и стараются пережить это приключение с минимальными потерями. Специалисты опросили 280 посетителей местного дома с привидениями, чтобы определить, как они обращаются со своими переживаниями. Те, кто желал испугаться посильней, старались проникнуться атмосферой, убедить себя в реальности происходящего, вжиться в роль, а также кричать как можно больше и громче. А те, кто старался избежать испуга, пытались найти в ситуации что-нибудь смешное, отводили взгляд и держались поближе к друзьям. Оптимальный уровень страха Одни ужастики заставляют нас спать с включенным светом, а другие мгновенно забываются. Можно ли сказать, какой уровень страха оптимален? Психологи попытались ответить на этот вопрос. Они наблюдали за сердцебиением 110 добровольцев, пока они проходили аттракцион «Дом с привидениями», где их пугали разными способами и установили зависимость между уровнями удовольствия и страха. Участники эксперимента сочли лучшими те эпизоды, которые вызывали у них кратковременное и незначительное отклонение от обычного сердечного ритма. А если сердце билось слишком сильно или не желало успокаиваться, то удовольствие быстро сходило на нет. Но универсальную формулу найти не удалось. Для каждого правильное сочетание страха и удовольствия оказалось свое. Как фильмы ужасов влияют на психику? Если говорить о положительном воздействии, тут примерно как с витаминами. Их прием не имеет доказанного влияния на заболевания. Поэтому пить биологические добавки в лечебных целях смысла нет. Нужна медицинская помощь. С ментальными проблемами примерно так же. Если вы здоровы, то разнообразные впечатления – это прекрасно. А когда вам поставили диагноз, надо пить специальные препараты или посещать психотерапевта. Хурроры могут оказывать негативное влияние. Но причиной тому не магическое действие жути на мозг. Просто некоторые люди не привыкли к такому контенту. И при его просмотре переживают больше негативных эмоций. Плохо спят и много тревожатся. Если вам плохо от фильмов ужасов, не ходите на них. Не включайте дома. Других противопоказаний нет. Любой контент влияет на нас куда меньше, чем наши собственные поступки и наше окружение. Что касается предрасположенности к выбору такого контента и воздействия хорроров как пускового механизма для завершения ужасных действий, такой связи нет. Любовь к жанру в большей степени связана с опытом просмотра, а не с личностными особенностями. Согласно статистике, средний портрет убийцы в России – это сидевший, алкоголизирующийся мужчина 30-40 лет, проживающий в сельской местности. Как видите, хорроров в списке его предпочтений нет. Узастяки любят не все, это факт. Но у тех, кто любит, есть на это причины. Во-первых, нам нравится чувство силы, которое дает адреналин. И во-вторых, если мы столкнулись с чем-то страшным в реальном мире, развлекательный страх помогает преодолеть эту травму. Мы получаем власть над страхом благодаря тому, что можем выбрать фильм на свой вкус и в любой момент прервать его. И убеждаемся на опыте, что можно пережить сильный страх, оставшись целыми и невредимыми. Субтитры создавал DimaTorzok